Продолжение следует... Вы думаете, что эта страна может поддержать либертарианца? Происходит разрушение капитала. Это речь тоталитарного либерального экономиста. Они должны пройти превентивную и обязательную социальную изоляцию. Сегодня у нас 90 тысяч погибших. Министерство оставило людей работать. Скажем так, они повышают свое пособие. Это не пандемия, а карантин. Идиотизм. Наши настоящие враги – политики. Я пришел, чтобы положить конец подобному статусу. Я пришел, чтобы удалить всех этих преступников. Я хочу, чтобы вы знали, что я вечно благодарен вам. И что вы вдохновили меня на решение заняться политикой. Мы видим Хавьера Милея. Что это, как он вымысел, какая-то выдумка. Невыносимо. В начале этой кампании я сказал, что приду не для того, чтобы вести за собой ягнят, а для того, чтобы пробудить Львов. Первые выборы начнутся завтра. Мы собираемся начать посещать каждый уголок Аргентины. И это не может быть сделано маленьким районным политическим формированием. Вы знаете, почему популярность Милея растет? Потому что общество, которое учится и работает, начинает очень быстро уставать от политиков, которые обещают и не выполняют. Вам может нравиться много или мало вообще, но есть третий сценарий. Милей может пройти через середину и выйти во второй тур. И может стать президентом. А это будет представлять опасность для страны. Это как съесть что-то жареное в Аргентине. Каждый второй бедный ребенок не знает, что может представлять опасность. Пожалуйста, спасите эту страну. Успокойся. Давай успокоимся. Мы сделаем это. Мы обещали на мероприятии «Люнард», что представим либеральный бюллетень в каждом уголке страны. И нам сказали, что это невозможно. Но мы продолжаем борьбу. А этот Хавьер Милей, помимо всего, он эмоционально неуравновешен. Это прыжок в пустоту. И он фундаменталист, который может поставить всех под угрозу. Все они прыгают в пустоту. В пустоту обнищения. Один из руководителей общественной организации сказал мне, что я прислушиваюсь к Милею. И есть вещи, которых я вижу себя кивающим головой в знак согласия, если бы я пришел к власти и предложил вам что-то изменить. Что ж, посмотрим. Потому что если я пройду во второй тур, то стану следующим президентом Аргентины. Я говорю о двух формулах, которые выйдут во второй тур. Серджио Масса первый, Хавьер Милей второй. Да здравствует чертова свобода. Мы идем в ноябрь за славой. Массово проводимые операции поистине впечатляют. Они создают условия для того, чтобы вы боялись. Нет понимания, чем это все может обернуться. Мне страшно. Да, я думаю, они должны быть в полном отчаянии. У которого есть осознание того, что вы выбираете? Потому что он – президент, которого большинство аргентинцев избрало на следующие четыре года. Кажется, так и есть. Где президент и вице-президент? Идите. Сюда, президент. Господин президент вошел. Избранный президент нации. Хавьер Милей. Что мы собираемся идти вперед? Победа в битве. Она зависит не от количества солдат, а от сил приходящих. Рай – это когда в 1860 году проект Конституции 1853 года Хуана Баутисты был введен в действие. За 35 лет Аргентина из страны варваров превратилась в Первую мировую державу. Аргентина – это точно не образ ленивой латиноамериканской столицы. Здесь легче. Современная и великолепная. Тут суетливое движение. Как в Англии – левостороннее движение. Красивые улицы и деловые здания. Для случайного приезжего все это создает впечатление большой европейской столицы. Аргентина стала самой богатой страной в мире без Центрального банка. Начиная с середины 1910-х годов, правительство Аргентины начало стагнировать, а Соединенные Штаты продолжали расти. Переворот 30-х годов стал внедрением двухвекторного фашистского режима. Коррумпированные политики договариваются с бизнесменами, то есть землевладельцами, о применении защитных мер, и в итоге это приводит к ухудшению зарплат населения. Одна из крупных афер – создание Центрального банка. Предыдущий уровень инфляции составлял 0,9% в год, а затем, когда у нас появился Центральный банк, был первый период, когда он был смешанным. Половина из частного сектора, половина из государственного сектора, и инфляция составляла уже в среднем 6% в год. Это было изобретение, чтобы обмануть рабочих в пользу олигархии, задолжавшей в золотых песо из-за последствий Великой депрессии. Вся эта ситуация вызвала сильное социальное напряжение, и человеком, который ее создал, был именно Перрон. Перрон должен был вернуться к прежнему либеральному порядку. И все же он создал трехногий фашизм, который в свете фактов оказался провальным. У нас был Национальный и Народный Центральный банк, и с такими глупостями мы хотели нарисовать на бумаге «Дорогу в рай». Как это и случилось в 1975 году при Родригазо, и Аргентина начала свое стремительное падение. Диктатура была экономически плачевной, и она закончилась жестоким кризисом и привела к катастрофе в стране. Когда Альфонсо ушел, гиперинфляция составила 5000%, что сопоставимо 298 пунктам. Конвертируемость была самой успешной программой в экономической истории Аргентины. До такой степени, что первое правительство Менемо считается одним из лучших правительств в истории Аргентины. Я имею в виду, что все было катастрофой, все работало плохо, и благодаря реформам, которые были проведены в 90-е годы, в стране была самая низкая инфляция в мире. В принципе, мы также должны принять во внимание, что произошло при падении конвертируемости. Произошла целая череда неблагоприятных для аргентинской экономики событий. Повышение процентной ставки в США сопровождается снижением торговых условий для Аргентины, и именно поэтому к 2000 году Аргентина осталась без финансирования. И именно поэтому Аргентине приходится прибегать к так называемой экономической блокаде. Очевидно, что, как и все иноверцы, Мочинеа не сделал того, что должен был сделать. А поскольку цены не падали, как падал спрос, возникла безработица, а когда возникла безработица, возникло еще большее социальное напряжение. Мочинеа был уволен, и на его смену приходит Лопес Мерфи. Лопес Мерфи пытается провести фискальную корректировку, и в течение 15 дней все срывается. Приходит время кавалье. Центральная ось, которая в итоге сводит на нет программу конвертируемости, это своего рода банковский побег, который приводит к финансовому побегу. И они не придумали ничего лучше, чем ввести закон о неосязаемости депозитов, что означало, что мы собираемся их ограбить. Что в итоге и произошло. Киршнеризм было худшим, что случалось с Аргентиной за всю историю. Никогда в истории Аргентины не было уничтожено столько ценностей, сколько при киршнеризме. Все это было ужасно. Право жить, учиться, иметь свой дом, иметь надежду, испытывать любовь и страсть к жизни. Все это у нас есть. Когда вы создаете право, кто-то должен за него платить. Правильно? Мы превращались из богатой страны в пограничную страну на пути к бедности. Потому что это худшее правительство в истории. Потому что история Аргентины никогда не теряла столько ценностей, как во времена киршнизма. Это заложило основы целого рода декаданса, что нанесло огромный культурный ущерб. Большая проблема Аргентины это культурная проблема. Другими словами, это общество, зараженное социальностью. И главные пропагандисты этих идей – политики. Популизм состоит из четырех стадий. Первая часть – это стимулирование государственных расходов и экспансивная монетарная политика, благодаря которой ВВП сильно растет, а инфляция низкая. Так было, например, в течение четырех лет правления Нестора Киршнера. На втором этапе популизма инфляция стала расти, а влияние на ВВП уменьшалось. Вы можете наблюдать это в период Кристины. Когда появляются ограничения, у вас начинаются проблемы на валютном рынке, накладывая ограничения вообще на все. И что сделали социалисты, так это придумали призраков с неадекватным и неправильным трактованием и создали идею, что капитализм несостоятелен. Вам нужно заняться культурой. Грамши говорил, вам нужно заняться образованием и привлечь личности. И с этого вы начинаете вести культурную битву и начинается внедрение социализма в общество. Теперь у нас больше нет Дональда Дака, теперь у нас есть Замба. Здравствуй, Карл Маркс. Скажи, почему твоя жизнь удивительна? Машины, транспорт, фабрики, все достижения промышленной революции не должны приносить пользу немногим. У них не должно быть владельцев. Они должны принадлежать всем. И детей тоже? Несомненно, когда-нибудь и дети придут к миру без богатых и бедных, где каждый будет получать плоды своего труда по справедливости. Государственное образование стало частью проблемы, потому что оно стало центром марксистской идеологической обработки. Потому что государственное образование сегодня – это машина для промывания мозгов, которая обучает людей социалистическим идеям, основными ценностями которых являются зависть, ненависть, обида, неравное отношение к закону, ненависть, воровство. И это выливается в набор катастрофических институтов, благодаря которым мы из самой богатой страны в мире превратились в 70-летнюю и падаем. Славный футбол. Ведь все голы, принадлежавшие пророкам ненависти, теперь принадлежат всем. Все правительства Макри было правительством социал-демократического профиля. На выборах оно было успешным, так как победило. Но как же оно управляло страной? Это было катастрофой. Правительство потерпело поражение от радикалов, а также от гражданской коалиции вместе за перемены. У Макри были правильные идеи, но он окружил себя людьми, которые противоречили его замыслу. Фактически, обратите внимание, когда он говорит, что я хотел что-то сделать, как и в случае с Маркосом Пенья и те, кто пришел после него. Все это путь в никуда. На самом деле, правительство Макри, с моей точки зрения, в конечном итоге рухнуло с продвижением Маркоса Пенни в Центральный банк 28 декабря 2017 года. И когда уже Аргентина достигает Международного валютного фонда в середине 2018 года, наличие кризиса очевидно. Очень хорошо, что у нас есть возможность взглянуть на этот новый образ Хавьера с другой стороны. Я Хавьер. В прошлом преподаватель, академик. У меня более 50 научных статей, 6 книг, более 100 заметок, напечатанных в газетах. И не знаю, известен ли я как экономист, но я знаменит как рок-звезда. Я обедал в Кампо-Браво, и тут появился Хавьер, который обедал с Нильсоном. Он экономист, говорит Нильсон. Ты не знаешь, что он знает. Он просто зверь. Серьезный идиот, пригласи его, говорит он мне. Ты не знаешь, что задумал этот парень. Кейнс написал книгу в угоду мессианским и коррумпированным политикам. У Аргентины нет проблем с переменами. В Аргентине существует проблема налогового бремени. Флако входит с двумя с половиной очками в игру и доводит его до семи. Политическая корпорация сделала нас подчиненными рабами паразитической и бесполезной политической корпорации. Но зачем им делать нас рабами этой корпорации? Для того, чтобы посмотреть на все богатства, которые собрали кишныристы. Непримиримые видят это. Господин директор, могу ли я? Да, из-за рынка. Расскажите мне, что такое рынок. Паразит. Паразит. Политики – это паразиты. Все это элементарно, но не для вас. Я уже не мог вынести то, что он несет. Просто не получалось. Разговор об истории любви. История любви с идеями свободы. Мы говорим об уважении и ограничении жизни других людей. И по факту, пока вы не портите никому жизнь, вы можете делать все, что хотите. Торговать с кем хотите, ложиться в постель с кем хотите. Пока вы не трахаете другую жизнь, ничего не происходит. Предприниматель – это тот, кто идет и зарабатывает деньги, обслуживая своих собратьев, предлагая им товары лучшего качества. Как тебе этот парик, Милей? Это твои волосы или это парик? Я выхожу из ванной, вытираюсь, а затем сажусь в машину. Потом опускаю стекло, смотрю в него, пару взмахов, и вот моя прическа готова. Я страстный человек, очень страстный. Когда появляются эти обиженные ребята, я обычно называю их клубом короткого члена, потому что в основном тот и жалуется, кто претендует на средний член, имея короткий. Тот, у кого выше среднего, не спросит, как ты разогреваешься. Посмотрите, как у вас все хорошо. У вас получается. Вам предлагали талтрический секс? Да, конечно, я был опаздывающим учителем. Менее 45 минут считается преждевременной эякуляцией. Как Вака расскажет вам, почему и что дает корова? Нет человека, который в данный момент нарушает его. Но почему? Потому что он нарушает правила. Потому что он выходит за правила истеблишмента. Для меня Милей стал откровением. Честно говоря, я не знал его, прошу прощения. Я считаю это ошибкой второго типа, потому что ошибка первого типа – это когда вы все делаете правильно, а у вас получается плохо, а ошибка второго типа – это когда вы все делаете неправильно, а у вас получается отлично. Экономисты – непопулярные люди, в принципе. Я либерал в стране левых, так что, допустим, я все делал неправильно. Мы создали монстра, и это Милей. Это растрепанный участник дискуссии, кричащий на сцене. Я верю в свободу, я верю в личность. И то, чего мы должны добиться, это вытеснить социализм из голов людей. Что у вас там? Что у вас есть? Посмотрите-ка! Это Милей! Прекрасно! Это Милей! Дайте ответ. Вы думаете, у вас есть право залезать ко мне в карман, а потом заниматься благотворительностью? Вы же называете это благотворительностью. Это жестоко. Дать просто людям умереть? По факту, все это является насильственным актом. Вы предлагаете ограбить меня и хотите, чтобы я делал то, что вы хотите, а потом заниматься благотворительностью? Вы должны дискуссировать со мной, используя аргументы, и понимать о последствиях. Все это посредственно, потому что они не могут принять сырой контент. Скажем, у меня есть книги, написанные об этом. Ой, ой, я так красиво могу говорить про социал-демократию. Он уже появился с таймингом программы. Прежде всего, он очень быстро начал соответствовать атмосфере. Это то, чего мы хотели сделать. Вы идете, а я замаскируюсь на трибуне и дам вам контраргумент вашим словам. Экономическая система не существует ни благодаря невидимой руке маленького мерзкого человечка Адама Смита, ни благодаря существованию системы цен. Сэр. Нет-нет, закончим с этим чудовищем. Я думаю, что он привнес в программу много полезного, и, по-моему, он возвращался три или четыре раза. Ты кейнсианец. Это твоя сущность. Давайте все вместе. Кейнс — это вор. Кейнс — вор. Засранцем ты нравишься. Мой сын любит тебя. Привет. Я генерал Анкаб. Я родом из Либерти. В некоторых аккаунтах в Твиттере были показаны фрагменты из жизни офиса, а в некоторых случаях было до 880 тысяч просмотров. Что ж, мы и сказали, давайте это перенесем в театр. Здравствуйте, я Хавьер Милей, либертарианец. И 8 января я буду ждать вас в Театре Света и Силы в Сан-Бернардо, чтобы увидеть наш спектакль. Вы не только узнаете об экономической ситуации в стране, но посмеетесь от души. Да здравствует чертова свобода! Силы в Сан-Бернардо заканчивается, вы обнаруживаете, что поговорили о ситуации вокруг. Вы узнали об экономике и в то же время повеселились. По сути, это два в одном. Если вы будете политиком, то в конце концов станете политиком. Запомните, что я вам говорю. Я честно занимаюсь политикой. В этом и есть разница. Потом он говорит мне, что это потому, что ты либерал. Я ему, как ты сказал мне, он мне, ты либерал. Спасибо, спасибо. Да ладно, доказательства на моей стороне. Ты знаешь, что если ты поедешь на Кубу, я тебе заплачу. Палата депутатов и сенаторов провозгласила билету национальной столицей футбола. Почему бы и нет? Ты попадешь в ад, твою мать. За это мы тебе платим. Бесполезный. Мне совсем не хочется слушать парня, который уничижительно относится ко всем, кто думает не так, как он. Это только в отношении социалистов. У тебя это есть, у тебя это внутри. Засранец. Я начал выступать на телевидении и думать, что быть либералом – это плохое слово. Я думаю, что это позитивное изменение, и я думаю, что люди открывают для себя логику, по которой эта система привела нас к краху. Дети левых тряситесь. Свобода приближается. Да здравствует чертова свобода. Не опасаетесь ли вы, что мир экономики столкнется с миром юмора или театра? Нет. Я признаю, что есть много посредственных людей, которые думают, что это плохо, что я в театре, потому что в глубине души вам не нравится мой юмор. Скажем так, вам не нравится моя манера, мой стиль. Окей. Давайте поговорим о послужном списке. Я имею в виду, что могу назвать множество экономистов, которые очень формальны, но потом ничего не добиваются. Мы выбрали путь постепенных перемен. Путь, на котором все аргентинцы объединены в своих усилиях. Мы были очень искренни в этом отношении и разработали поэтапную фискальную программу на весь период действия мандата. Мы считаем, что это очень важный постепенный путь, который приведет нас к этому равновесию. Путь был намечен на пять лет. Суть в том, чтобы постепенно снизить инфляцию, постепенно снизить дефицит, финансировать его за счет долга и начать расти. Я смотрю на Марко Пенью, и чтобы быть последованным, скажу следующее. То, что всегда терпело неудачу в Аргентине, терпело неудачу и во всем мире. Очевидно, что фискальная политика Аргентины приведет к новому кризису. Совокупный показатель за весь 2018 год составил 24,8%. Это больше на 8 пунктов целевого уровня, установленного Центральным банком Аргентины. И этот постепенный подход, который предлагает эти «давайте изменимся», потребует 10 лет корректировки, по крайней мере до тех пор, пока соотношение долга к продукту не стабилизируется на уровне 75%, и даже сетов развивающиеся страны не будут кредитовать больше 55%. Вы знаете, и когда наше финансирование будет прекращено, и мы полетим в трубу, я хочу, чтобы вы сохранили это видео, и я потом посмотрю в это лицо. Реальность такова, что бедность составляет целых 32%. Людям очень тяжело. И именно эта цифра угнетает. Они будут оказывать давление на Центральный банк с целью снижения процентных ставок. Мы решили пересмотреть наши текущие целевые показатели инфляции на последующие годы. В октябре позапрошлого года был подписан бюджет с инфляцией в 10%, который был исправлен на 15%, между 15% и 20%. В итоге оказалось 47%. Это две разные вещи. Цели по инфляции были слишком амбициозными для фискального курса, который мы себе наметили, что было ошибкой, явной ошибкой. Когда это произойдет, и вам придется продлевать денежные обязательства. Вы не захотите этого делать, и перейдете на доллар. А когда это произойдет, доллар вырастет, и начнется инфляция, которая приведет к росту цен на продукты питания, и это отразится на самых уязвимых слоях населения. В какой-то момент кто-то поймет, что цифры не сходятся, и тогда вы знаете, что произойдет. Мы пойдем ко дну. Я принял решение начать переговоры с Международным валютным фондом. Итак, мы собираемся заключить договор с фондом. Деньги фонд давать не будет. Что же произойдет, когда пройдут первые три месяца? Как вы думаете, мы достигнем своей цели? Нет. Мы же Аргентина. Макри, Крис Лагард и национальное правительство обратились в МФС с просьбой о предоставлении отсрочки, что может задержать новое выделение 10,8 миллиарда. Количество бедных и неимущих людей будет расти, а так как они не захотят делать корректировки, то свалят все на обменный курс, когда это будет выгодно для них. Число бедных и обездоленных будет увеличено. В третьем квартале этого года уровень бедности в стране составил 40,8% в абсолютном выражении. Речь идет о 16 миллионах аргентинцев, которые живут в бедности. Шесть из каждых десяти аргентинских детей живут в бедности, а четверо нет. Вы спровоцируете инфляционную катастрофу. Инфляция в Аргентине в 2019 году составила 53,8%, что является самым высоким показателем с 1991 года и самым высоким показателем в Латинской Америке после Венесуэлы. Когда вы отказываетесь от ПЕСа, покупательная способность денег падает, и первое, что произойдет, когда вы откажетесь от ПЕСа, и покупательная способность упадет, это рост финансовых активов. Доллар – это финансовый актив, поэтому он и растет первым. Затем идут ходовые товары, те, чьи цены определяются в долларах, топливо, продукты, питание. Затем идут остальные оптовые цены, затем розничные цены, то есть все цены, которые в конечном итоге влияют на нас. Макри сказал, что инфляция уже снижается, а экономика улучшится. У него оптимистичный настрой. Ожидается сезонный спад в марте. Спрос в январе сезонно падает, поэтому доллар упал, и все в таком духе. Затем у вас есть выборы. Вы получаете возможность помериться силами между Кристиной Фернандес-Хиршнер и Макри. Если есть шанс, что Кристина победит, у вас может быть даже гиперинфляция. Я попросила Альберта Фернандеса возглавить наше объединение. И как будто всего этого мало. Ясно же, что ждет Аргентину в итоге. Кредитное агентство Стандарт и Пур только что объявило Аргентине выборочный дефолт. Я считаю, что независимо от того, кто победит, учитывая предложения, о которых они говорят, мы неумолимо приближаемся к кризису. Но предложения экономистов впереди всего того, что вы видите. Это то, что скорость роста показателей намного выше. Пессимизм дошел и до Уолл-стрит, где также упали котировки облигаций южноамериканских стран и акций аргентинских компаний. К сожалению, сегодня у нас плохой день. Очень плохой. Сегодня мы стали значительно беднее. На нас обрушился страшный удар. Доллар снова вырос со всеми вытекающими из этого последствиями, как мы знаем. Проблема в том, что в случае попадания в правительство неизвестно, скажем так, возобладает ли прагматизм Альберто Фернандеса или идеологическая радикализация, которая присуща Кристине Фернандес де Киршнер. В случае ее победы власть будет принадлежать Альберто или Кристине. Кто гарантирует, что править будете вы, а не Кристина? Я... Четыре года мы слышали, что больше не вернемся, но сегодня мы вернулись и стали еще больше. Спасибо, Аргентине! Спасибо, аргентинцы! Объективно мы уже знаем, что сделал Макри. Если сравнить с тем, что собирается сделать Альберто Фернандес. Это лучше или хуже? Нет, это намного хуже. Субтитры создавал DimaTorzok